Мне кажется, есть два таких сценария. Немедленный сейчас, но легкий и сильный через два года. Первый немедленный легкий будет заключаться в том, что хунта будет продолжать террор против русскоязычного населения Юго-Востока. Будет продолжаться вооруженное подавление. Тоже я обращаю ваше внимание, что Луганск сегодня с полукругом окружен танками и бронетранспортерами. На случай, если население, недовольное политикой Киева, начнет сносить границу. Вероятность этого есть. В ответ на это начинают хунты использовать вооруженные силы против этих демонстрантов. Не просто аресты, но какие-то расстрелы и так далее. Следующим шагом в ответ на это Россия вводит свои воинские подразделения. В ответ на это хунта дает приказ украинской армии атаковать российские подразделения. Вот это полноценное военное действие сейчас. Но они будут не очень большие, поскольку, как вы знаете, сегодня украинская армия очень слаба. И к тому же она не обладает моральным духом, поскольку все знают о том, что нынешняя власть в Киеве незаконна. И все военнослужащие знают, что выполнять их приказы это может привести к очень тяжелым последствиям. Второй вариант, он более тяжелый. Сейчас нынешний хунт упрощает свое положение, проводит выборы. Я уверен, что эти выборы будут нечестные. И следующим шагом во главе Украины становится такой, знаете, Украинский Саакашвили. Этот Украинский Саакашвили получает деньги на армию, на подготовку армии. Точно так же будет отдан приказ этим украинским Саакашвили атаковать российскую армию в Крыму через 2-3 года. И это, конечно, может привести к огромным военным действиям, к сожалению.